здравствуйте ну что кабачки и продолжаются дешевеют много их и магазинах и на рынке и мы готовим из них много очень вкусных блюд сегодня у меня опять котлеты в самом тесте в самом составе нету абсолютно муки только панировка если вам интересно как сделать вот такие котлеты смотрите видео прежде всего нам нужны кабачки сейчас я посмотрю как у них здесь семечки вот так вот разрежу ну молоденькие смотрите семечки еще такие совсем мягкие и сейчас не очищая кожицу я просто это мне остались из консервированных рецепт у меня есть натираю на вот такую терку это первое что я должна сделать вернее первое я взяла 5 столовых ложек гречки и замочила в воде то гречка набухла и потом можете проварить ну почти до готовности котлеты из кабачка они настолько вкусные что их не бывает много теперь где-то вот на эти два кабачка две столовые ложки соли вот так перемешаю ничего не жмакаю пока пусть от соли кабачок отдаст свою влагу и потом мы хорошенечко отожмем все оставляем на минут 30 кабачок у нас солится и сейчас я взяла у меня конечно большой такой зубок чеснока два зубка чеснока можно на мелкую терку потерять сюда я взяла вот такой у меня зеленый лук есть можно одну луковицу просто репчатую добавить и все это нарезаю сейчас на дощечку а потом когда отожму кабачок туда добавлю просто чтобы не терять время так ну что смотрите у меня 15 минут постояла смотрите сколько жидкости и сейчас я беру в другую емкость вот по чуть-чуть беру и хорошенечко отжимаю вот здесь и отжимаю хорошо потому что лучше если у вас будет мало влаги лучше добавить сюда сметанки или кефирчика котлетки будут намного вкуснее но если вы готовите постное пожалуйста оставляйте чуть-чуть этой вот водички про то есть нет нет не очень сильно отжимайте и отжаты гречка подостыла если хотите чтобы каша была меньше пожалуйста я взяла 5 столовых ложек сухой гречки высыпаю сюда нарезанный чеснок и у разбиваю два яйца так вот я добавила укроп и теперь сметану 1 2 но у меня здесь будет 3 столовые ложки сметаны я уже последнюю все выдавлю сюда и начинаю вот это все перемешивать до однородности перца добавляю по соли у меня все замечательно можете перец можете паприку можете сюда карри для цвета ну немножко карри я наверно добавлю где-то на эту массу чайную ложку и вы видите вот выступает жидкость пусть она будет не переживайте потому что если вы сделаете сильно сухой массу котлеты будут у вас дубовые составе нету муки до панировка это может быть мука может быть манка могут быть и сухари это что вы хотите но здесь у меня муки нету абсолютно так все сейчас я добавлю сюда немножечко карри перемешаю не карри больше нравится куркума мне чуть-чуть ну привкус не очень близкий все 10 минут стоит и начинаем с вами уже формировать котлет знаете я еще забыла я хочу добавить сюда где-то столовую ложку горчицы в зернах французской мне нравится вот такой решила что кто-то говорит давайте сделаем муки а кто-то говорит давайте сухарях попробуем поэтому ни нашим ни вашим я взяла 70 процентов сухаря белого пшеничного и муки взяла 30 процентов сейчас вот так это все перемешаем соединю и сегодня у нас будет такая панировка я буду перемешивая что вот эта жидкость тоже туда уходила беру так ложечкой вот у меня такая я вам сейчас покажу меня такая закругленная ложечка хорошо получается как раз такая котлетка не очень большая такая выкладываю сюда вот такая ведь и закругленная ложечка все перемешала что что то есть что была здесь и жидкость и сама вот эта масса вот все я сформировала идемте к плите влю это этот разнос рядом и панирую ничего не разваливается абсолютно вот смотрите вот я взяла даже еще больше хочу чтобы было больше панировки чуть-чуть придавила как обычную котлетку и отправляю на сковородку вот смотрите вот вот я беру эту вот прокатываю панировки эти ничего не разваливается абсолютно теперь присыпала еще чуть-чуть толщину панировки смотрите сами поддавила и сюда так все формирую смотрите без проблем извините вас немножечко трушу но у меня оператора нету жарим на среднем огне чтобы не сильно медленно и не сильно быстро ну таки берутся хорошо я все при вас показываю чуть-чуть больше огонь сделаю смотрите как отлично переворачивается поэтому я говорю что не бойтесь той жидкости все будет хорошо жира видите сколько не надо фритюр делать накрываю крышкой и пусть обжариваются с той стороны вот сейчас они и обжарятся и пропарятся а я формирую следующую партию и посмотрим что у нас какая красота между прочим на кухне пахнет прямо настоящими мясными котлетами смотрите как хорошо поджарилась за это время еще раз переверну чтобы более такую зажаристую корочку получить чтобы низ поджарился и выбираю котлеты на тарелку с бумажным полотенцем что вот звуков очков ну я думаю грубо возьмем 2 килограмма у меня получилось вот такая тарелка замечательных красивых ароматных нежных котлет так что я вам советую приготовить этот рецепт но я слышу вы говорите покажите какие они внутри потом мы вам поверим хорошо сейчас я вам все покажу мы с вами сейчас попробуем эту вкуснятину вы посмотрите на структуру как котлета держит форму это вот последние конечно гачи горячего ты смотрите ничего не разваливается вот я смотрите как котлету делаю чтобы вы не говорили что разваливается там нет в меру жирные просто замечательно сейчас сметанки и оформлю чуть-чуть котлетку и будем пробовать что вот видите пригодился и огуречный цвет вы можете использовать цветы какие хотите для подачи ну казалось бы простое блюдо что здесь выдумывать но это ваше желание хотите вы думаете хотите нет сметанка и я сейчас просто вот сейчас разрежу чтобы вам показать какая здесь серединка но потом уже в сметанку смотрите все приготовилось потому что тушилась под крышкой корочка даже хрустящая немножечко ну давайте будем пробовать так сметанку сюда вот так надо сразу второй кусок брать пробовать там еще если сделать немножечко чесночком так вообще вкуснятина конечно скептики скота какое мясо нельзя сравнить пожалуйста если вам не нравится не готовить я знаю то что когда кабачков много особенно если еще на огороде они растут ты не знаешь что готовить и вот этот рецепт я думаю что он вам понравится обязательно его приготовьте все мои хорошие смотрите подписывайтесь делитесь соцсетях вам это ничего не стоит а мне будет приятно и новые люди увидят а вдруг кто-то ищет этот рецепт я обожаю вам здоровья мирного неба над головою розуму в голове и всего наикращего до до побачення до нових зустрічей обовязково приготуйте таки котлети